400 участников из 24 городов и 37 вузов. 16-й год подряд Саровский физико-технический институт проводит в своих стенах Всемирную молодежную научно-инновационную школу математика и математическое моделирование. Мероприятие пользуется большой популярностью в научных кругах. Из года в год в нем принимают участие представители вузов Казани, Рязани, Иваново, Саратова, Курска. География расширяется. В этом году к школе присоединилось еще несколько городов и вузов. Традиционно активное участие в нашей конвенции принимают молодые специалисты Российского федерального языкового центра ВНИЭФ. В этом году впервые очно к нам подключились, присоединились. Они здесь присутствуют, наши коллеги из Московского государственного университета. И также филиала, который расположен в САДИСе, считается Саровским филиалом группы. На торжественном открытии участников приветствовал председатель городской думы. Антон Ульянов, сам выпускник САРФАТИ, отметил, что приобрел опыт публичных выступлений именно в стенах вуза. Выступление на конференциях помогает систематизировать знания и прояснить многие моменты в работе. Я вас, молодежь, призываю как можно чаще участвовать в конференциях. Это очень здорово вас развивает и очень здорово продвигает те работы, которые вы делаете. С большим удивлением я сейчас полистал программу конференции и увидел, насколько актуальными вопросами вы занимаетесь. В списке доклады на темы, посвященные в том числе и неожиданным, на первый взгляд, ковиду и развитию городской среды в моногородах. Доклады затрагивают все отрасли, где можно применить математическое моделирование. Активную часть в работе конференции принимают и школьники. У них своя секция. В основном это, конечно, старшеклассники. У нас как-то были шестые классы. Пробуют, выступают. Мы постараемся всех наградить. Всех, чтобы у них остались приятные впечатления. Школьники в основном городские наши, саровские. Но периодически приезжают из-за зоны. В этом году у нас Данежегородская область будет представлена несколькими участниками. По итогам школы выпущен сборник, который индексируется в наукомендарической базе РИНС. В нем размещен 271 тезис докладов. Впервые доступ к ним можно получить по QR-коду. Награждение победителей и торжественное закрытие пройдут 7 апреля.